Если у вас возникли трудности с переносом данных в WhatsApp на Android, или на iPhone, или с iPhone на Android, или с Android на iPhone, не имеет разницы, работает все отлично, проблемы еще будут с какие-то там резервной копией, там невозможно перенести данные на ПК и обратно. В этом видео я вам все прекрасно расскажу, покажу, продемонстрирую, ознакомлю с данным программным обеспечением, и вам все будет доступно, понятно, по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Итак, давайте же ознакомимся от разработчиков iMyPhone, это i-Transfer для WhatsApp, то есть лучший WhatsApp. Перенос данных с iOS на Android и с Android на iOS обратно. То есть передача WhatsApp Manager Android и iPhone, создание резервной копии WhatsApp на Android и iPhone на компьютере, восстановление резервной копии WhatsApp на устройстве iPhone и Android. Экспортируйте резервную копию WhatsApp, HTML, PDF и CSV, Excel и так далее. Весь перечень информации, которые вам нужно будет узнать, 100% эффективность успеха, простота в экспортировании, прямая передача, все чаты и выполнение проекта, и вся та инструкция, которая вам будет полезна в закрепленном описании и в закрепленном комментарии. Так, давайте же начнем. Вот наша программка, давайте же мы ее откроем и будем знакомиться уже, в принципе, напрямую с данным программным обеспечением. То есть, как видим, у нас есть вот такое вот окошечко выскакивает, то есть здесь у нас показывает то, что можно перенести данные с девайса, сделать бэкап, то есть резервную копию и восстановить резервную копию. Здесь у нас показывает, что настроечки, все, в принципе, те контакты, которые нам нужно связаться, либо же на Facebook, либо же на YouTube, либо же посмотреть обновления, изменить язык, на который доступны, мне комфортно здесь на английском, русского нет. Вот, точно так же здесь вот есть те уведомления, которые вы можете написать разработчиками и так далее, и так далее. Это у нас покупки, это у нас для полного доступа к премиум-версии. Дальше, как это, в принципе, работает? Нам нужно изначально подключить устройство, мы сейчас подключим наш девайс, вот, у нас устройство включается, вот, у нас пошло устройство, идет соединение, у нас пришло соединение и мы здесь можем уже делать резервную копию. Что это будет? Восстановление это будет или же бэкап. Допустим, я хочу сделать бэкап. Вот он, WhatsApp, именно конкретно, бизнес или же это будут просто сообщения. Нажимаю сообщение, мы также можем выбрать путь, не забываем то, что нужно будет зайти в настроечки и здесь указать путь, где у нас будет храниться. Вы можете сами выбрать или будет автоматически назначено. Вот наш бэкап. WhatsApp Messenger, it's installed for device, your Canon, the backup. Все, ждем, пока этот процесс пройдет. Нам нужно подтвердить на устройстве и вы все эти данные можете перетащить с компьютера, где будет храниться наша копия. Точно так же это будет действовать у нас с восстановлением. Если у нас была какая-то проблема с восстановлением, мы всегда можем здесь ее нажать. Я еще ее не сделал, ее здесь нет. И мы можем ее восстановить вот здесь, restore на девайс, либо же экспортировать на компьютер, как вы поняли. То есть восстановить на устройство или же на компьютер. Все просто. Точно так же это действует просто между устройствами. Здесь мы подключили iPhone, здесь мы подключили Android. Делаем подключение, после этого делаем transfer, перенос. То есть вот так вот это действует. То есть switch это переключить. Вот сейчас, в данный момент, чтобы вы понимали, у нас действует, допустим, с iOS. Здесь будет справа Android. Это будет переноситься так. Если же нет, нам надо будет сделать switch, переключение. Здесь будет Android, здесь iOS. И переносим. Все просто. Ничего сложного нет. Все ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Вот как-то так, друзья. Если будет что-то непонятно, задавайте вопросы. Я 24 на 7 всегда с вами, всегда вам отвечаю на ваши сообщения. Не забывайте, что все ссылки доступны в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok